Когда началась война, Галине Шаюк было три года. После гибели отца на фронте в 43-м году она вместе с мамой была эвакуирована из Ленинграда в Рязанскую область, а год спустя вернулась в родной город. Сейчас Галина Николаевна активный общественный деятель, особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Книгу в тисках блокады также вошли воспоминания других свидетелей тех страшных событий. Но именно благодаря Галине Николаевне, главе Одинцовской общественной организации «Блокадники Ленинграда» уникальный проект стал возможным. По словам читателей, эта книга о духе и подвиге человека. Она заставляет задуматься о вещах глубоких и вечных. Эта книга напечатана руками нашей молодежи. Она прожита, я думаю, что не пройдет без следа. Презентация сборника прошла в городской библиотеке номер один. Депутатский корпус муниципалитета оказал материальную помощь в его издании. Все наши друзья, те, которые действительно шагали по всему Одинцовскому району и рассказывали из самых первых уст ребятишкам, родителям, молодым родителям, которые иногда, кстати, вначале жевали жвачку, потом ее выбрасывали. Они просто переживали все это, когда вы рассказывали, они плакали. Значимость таких сборников для патриотического и нравственного воспитания молодежи сложно переоценить. К такому выводу пришли читатели книги в тисках блокады. Впрочем, издание мемуаров ветеранов Великой Отечественной войны в Одинцовском округе будет продолжено.